Они хотят, чтобы все думали, что квазиреспублики начались с этого. Мы все вместе сказали нет. Нет фашизму, нет рабству, нет страху. Мы пронасовали за независимость, за свободу. Но мало кто знает, что проект так называемой Новороссии готовился в течение 10 лет. А все эти кремлевские лозунги уже звучали там в 2005-м. На площади Ленина в городе Донецке. Это были вполне легальные общественные организации, которые, не скрываясь, лагировали интересы России. И идея эта исходила далеко не от дончан. Для противодействия оранжевому режиму на Украине евразийцы разворачивают палаточный лагерь у Кабмина в августе 2005 года. В этом же лагере проходит учредительный съезд ЕСМ Украина. И спустя несколько часов активисты новой для Украины организации штурмуют здание Кабинета Министров. А Украина – это два народа с противоположным геополитическим ориентациям. Какое отношение к квазиреспубликам имеет великорусский шовинист Александр Дугин? И сколько лет на самом деле Кремль создавал террористическую группировку внутри Украины? Вернемся к началу. 2004 год. В Украине побеждает оранжевая революция. На Майдане одни флаги. А в Донецке появляются флаги совершенно другие. Узнаете? Примерно в то же время так называемое народное движение Донецкая Республика впервые декларирует свои постулаты в интернете. Вследствие помаранчивого путча к власти на Украине пришел фашистский режим. Политика героизации Мазепы, Бандеры и Шухевича привела к активизации нацистских и националистических движений. В это время в городе Донецке появляются первые очаги сопротивления. Пуч, бандеровцы, нацисты. Знакомо, не так ли? Но напомним, этот текст датируется 2005 годом. Когда ни про Захарченко, ни про Басурина, ни про прочих персонажей, которые так любят бросаться этими словами, никто еще не знал. Нет страны, нет армии. Нет президента. За 2005 год в Донецке создали несколько десятков мелких организаций сепаратистских наклонностей, во главе которых стояли печально известные Андрей Пургин, Роман Лягин и Владимир Макович, которые впоследствии сыграют роль в развязывании войны на востоке Украины. В конце 2005-го все их группы слились в одну. 6 декабря 2005 года создана городская организация Донецкая Республика. Учредителями стали Александр Цуркан, Олег Фролов, Андрей Пургин. Зовут меня Олег Фролов. Я, так сказать, один из людей, которые строили истоков Донецкой Республики. Начиналось это все в далеком 2005 году, в январе, на площади Ленина в городе Донецке. Массовые демонстрации, палаточные оратки. Там я познакомился с Андреем Пургином. А вот и тот самый Пургин на первых малочисленных митингах своего движения, больше похожих на сборища городских сумасшедших. Мы просто обозначили себя, вот, и не хотим спровоцировать то, чтобы был повод нашего запрета или преследовать. В 2006-м он с товарищами скромно и безуспешно собирал подписи за отделение Донбасса на главной улице Донецка. Зарегистрируем этот референдум, зарегистрируем его во всех шести областях. Это очень нудный процесс, вот. И потом начнем работать по сбору подписей. Три миллиона подписей мы соберем элементарно. В начале седьмого те же флаги появились в Макеевке, Мариуполе и Горловке. Организаторы импровизированного пикета, среди которых и Пургин, рассказывают паре-тройке прохожих о насильственной украинизации, вытеснении русских и их культуры с якобы их исконных территорий. Ни один гражданин Донецкой республики не может оставаться в стороне от происходящего. Несмотря на незначительность их влияния, тогда организация, подрывающая государственность, была официально запрещена законом. Но это не помешало им продолжить сходки. То есть фактически организации никакой юридически не существуют. То есть мы юридически не существуем, потому что она запрещена судами операционными. Но вы проводите акции? Ну что, мы проводим акции с флагом. Флаги носить никакие никто не запрещал. Пургин и компания спокойно раздают георгиевские ленточки, ставшие впоследствии символом русского мира на привычном месте в центре Донецка. Вы можете рассказать, что вы здесь делаете? Здесь воздаем георгиевские ленточки. А кто организатор? Славянская партия и Донецкая республика. Смотрите, пожалуйста, что такое Донецкая республика? Смолонос. Это родина. Вы же ваш организатор, она приседает с этим штатом. Смолонос. Да, федеративного образования. Федеративного образования у нас здесь, что мы происходим. В том же 11-м проводят русский марш, где мы снова можем увидеть триколор. А в 12-м году будущие лидеры террористов взялись выдавать паспорта граждан Донецкой республики. И не где-нибудь, а в Москве. Интересное совпадение, не так ли? Общественная организация Донецкая республика открыла свое посольство в Российской Федерации. В 2012 году. Вы знали что-то о мифической Донецкой республике тогда? Как опрометчиво проговорился в своем интервью один из зачинщиков сепаратизма в Украине, численность движения была, мягко говоря, небольшой. В нашей организации состояло 30 человек очень активных, 30 не очень активных и около 100 пассивных, кто выходил на акции лишь раз в полгода. Малочисленность движения подтверждают и фото тех лет. Неужели кучка маргиналов без поддержки смогли начать полномасштабную войну? Вопрос практически риторический. След ведет, как всегда, в Москву. Именно там они пропадали 4 года. Неудивительно, что первыми идею с отделением Востока озвучили далеко не малочисленные сепаратисты Донбасса. Она прозвучала из уст главного идеолога русского мира Александра Дугина. Просто речь идет о создании двух форм украинской государственности. Западная украинская государственность и восточная украинская государственность. Они могут выбрать только одно – распадся сегодня или отложить это дело на завтра. Я думаю, что тянуть нечего. Дугин широко известен на территории РФ своими имперскими высказываниями. То есть на словах, конечно, мы будем до конца признать суверенность Украины, но по сути дела, я думаю, что вопрос о ее разделе предрешен. Его детище – Международное евразийское движение. Организация, которая продвигает в России идеи с явными нацистскими взглядами. Когда кто-то является агрессором в отношении к нашей вере, к нашим идеям, к нашей стране, к патриотизму, к нашему народу, мы должны быть готовы убивать. И под эгидой этого же сообщества на озере Селигер ежегодно проводятся съезды, мягко говоря, шовинистического направления. Селигер – это табор, где готовят прокрылевскую молодь, по сути, такие таборы подготовки идеологичных диверсантов, которые отбываются все равно на территории России. А теперь обратите внимание на флаг, с которым позирует Пургин в Донецке. Это эмблема того самого Дугинского евразийского движения. В публикациях за седьмой год Пургин указан как координатор Евразийского союза молодежи в Украине. А вот и дугинские съезды на Селигере. Рядом с черным флагом евразистов – флаг террористической группировки ДНР. В галерее съезда знакомые нам лица. Обратите внимание, участников, среди которых и Пургин, учат ходить строем и устраивать контролируемые потасовки. Смерть оранжевой кодли! Смерть оранжевой кодли! Подожди, подожди. Избегайте слов «сволочь», «смерть», «смерть», «вот эти все». Эти вещи, потому что. Это формирует негативные имиджи в компании. В подмосковном лагере Евразийский союз молодежи учится противостоять оранжевой революции. Занятия проводят украинские националисты из партии «Братство» в прошлом у Наунцо. Уже им рассказывали, как проводить разные мероприятия, круглые столы, воркшопы, конференции, какие-то манифестации, собрания и так далее, и так далее. То есть это была подготовительная работа, огромная, проведена в это время. Так они и поступали. Проводили митинги. Россия, Украина, Белорусс, одна русская цивилизация! Великоруссы, малоруссы, белоруссы, единый русский народ! Традиционный клич «оккупанты вон из Крыма» и обстрел оранжевого флага из водяного оружия. Так митингующие протестуют против депортации с территории Украины российского политолога Александра Дугина. Устраивали конференции. Евразийская интеграция стала главной темой. Круглого стола с участием представителей общественных организаций Украины и России. Евразийскую интеграцию, по словам представителей Российской Федерации, должны инициировать именно общественные организации. Предложение вот работать именно в формате крыши Донбасса-Евразийский союз в составе трех областей. То есть оно становится международным на территории Ростова, становится международным на территории Донецка и Луганска. Кроме того, они отправляли новые партии людей на Селигер. Эту молодежь забирали в Москву, ее там накачивали, ее учили, ее проводили через специальные лагеря и сборы. И тот же Дугин об этом говорил, что у них была такая игра, это построение Донецкой Республики. Неокрепшие умы легко поддаются внушению. Именно это Дугин и использовал в своих лагерях на молодежи. Они выросли и превратились в псевдоополченцев. Зимние события заставили нас активизироваться. Люди, вооруженные палками и бутылками с зажигательными смесями, стояли здесь и не боясь никого, выстояли. А дальше дело за военными. Хотя их тоже нужно было кому-то позвать. Вы не просто русские. Вы русские, осознавшие, что вы русские. Путин, спаси Донбасс! Путин, спаси русских людей! Путин, признай ДНР и ЛНР! Путин, введи войска! Дугин не скрывает, что через лагерь на Селигере прошли и многие печально известные в Украине личности. И Бородай, и другие Болотов, и другие члены вот этих руководств ДНР, так называемые ЛНР, они все более-менее его воспитанники. Они все прошли через его лагеря. Они все прошли через Евразийский проект. Таким образом, байка о том, что Донецкая Республика возникла внезапно, как реакция на события Майдана, очевидная ложь. И координировались действия явно не из Донбасса. В 14-м, после захвата власти террористами, Пургин высказался в одном из интервью. Общая цель, грубо говоря, для анархистов и монархистов, вот эта идея жива. Она выинфицирована, этот вирус жив. Очень точное выражение. Это именно вирус, который никогда бы не превратился в эпидемию без поддержки извне. Наша страна будет и впредь энергично отстаивать права русских. Если бы не интерес Кремля и необходимость разделить Украину, они так и остались бы непризнанными никем маргиналами. А Донбасс не изменился бы до неузнаваемости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok